всем привет меня зовут аня добро пожаловать на мой канал и приятного просмотра привет сегодняшнем видео я вам покажу обзор новинок верхней одежды и не только из магазинов манго и zara на данный момент я нахожусь в магазине манго и меряю вот эту шикарную шубу из искусственного меха понятное дело цвета бордо посмотрите какой красивый насыщенный богатый винный цвет на самом деле у меня совершенно не было в мыслях снимать сегодня видео такого формата шопинг-влог просто у меня выдалась свободная минутка я заскочила торговый центр примерила шубу и подумала почему бы вам не записать обзор новиночек вы знаете что обычно я снимаю видео более узконаправленные например только верхняя одежда из конкретного магазина но сегодня будет такая интересная подборка осенне-зимних образов но в общем что скажете я примерила эту шубу и неожиданно для себя она мне очень и очень и очень понравилась цена данного изделия 90 евро на померила я ее в размере м и посмотрите сделано на самом деле это шуба очень и очень качественно никакие ворсинки не вылезают не выпадают я всегда проверяю подобного рода шубы на выпадение меха здесь представлена точно такая же шуба за такую же цену 90 евро но в черном варианте слушайте я даже не знаю мне цвет бордо даже понравился больше потому что он такой интересный он необычный но черный есть черный черный это база к нему все подходит к черному гораздо легче подобрать всевозможные образы посмотрите здесь вот такие вот крючочки это стандартные крючочки для подобного рода шуб в принципе не знаю даже что вам больше какой вам цвет больше нравится бордовый или черный давайте посмотрим в застегнутом варианте как это выглядит 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 хорошо размер м я думаю больше не надо но я даже не знаю меня терзают смутные сомнения конечно черный это база но бордо это такой знаете шик и на самом деле подобного типа искусственные шубы могут выглядеть достаточно дешево некачественно и дешевить образ но именно эти шубы в манго совершенно оказывают противоположный эффект на них посмотришь и прям чувствуется посмотрите на сайте вот вам показываю бордовое пальто на сайте кстати вы согласитесь вы со мной или нет на сайте мне кажется эти шубы выглядят гораздо более просто чем в реальной жизни поэтому еще раз убеждаюсь что в том что конечно если есть возможность то лучше сходить магазин и примерить если бы я наткнулась на эти шубы на сайте я скорее всего прошла бы мимо и совсем меня бы эти изделия не зацепили но вот посмотрите черная шуба мне кажется вообще проигрывает не знаю на сайте мне кажется она выглядит гораздо проще и дешевле и как-то совсем даже не интересно чем в реальной жизни поэтому еще раз убеждаюсь что да лучше конечно примерить если есть такая возможность дальше взяла такую ну водолазку давайте назовем это так за 20 евро в размере с водолазки вы знаете я их обожаю это база это такие вещи которые можно наслаивать их можно надевать как самостоятельные изделия они подходят подо все мне понравилось это водолазка тем что у нее акцент на воротник серебро с белой окантовочкой смотрится достаточно интересно у них также представлена точно такая же водолазка за 20 евро только в зеленом цвете но не знаю мне не очень понравилось как она на мне села в принципе такие вещи я люблю но вот это конкретно как-то не очень аккуратно выглядело именно в районе шеи хочу обратить ваше внимание на платье за 36 евро в размере м черное трикотажное платье длинное с поясом и меня здесь привлек именно v-образный вырез я очень люблю подобного рода вырезы вы уже это знаете тут смотрите не сняла джинсы но это кстати те самые джинсы которые я приобрела из предыдущего видео я не снимаю джинсы только в том случае если я понимаю что изделие мне не особо нравится я его покупать не буду само по себе платье неплохое это базовое платье которая прекрасно подойдет на сезон осень зима с колготками с грубыми сапогами сверху можно надеть свитер просто я лично сама на себе не очень люблю подобного рода обтягивающее платье потому что когда ты плотно покушаешь ужин обед животик начинает выпирать я его не люблю втягивать в общем на свою фигуру я стараюсь избегать подобного рода платье но в принципе это очень и очень интересный также базовый вариант на осень присмотритесь платье представлены в двух цветах показываю как это выглядит на модели на сайте в черном цвете и также в таком песочном так что присмотритесь если вы в поисках подобного платья это база которая будет популярна актуально несколько сезонов потому что базовые вещи на то и базовые что они в принципе вне времени вот такой вот трикотажная кофточка за 26 евро в размере м очень похожа на предыдущие платья только в виде кофточки опять-таки красивый v-образный вырез очень красиво подчеркивает ключицы удлиняет визуально удлиняет шею единственное что мне не очень понравилось как эта кофточка смотрится конкретно на мне потому что немножечко она как-то топорщится мне бы хотелось чтобы она была все-таки более облегающий но как вариант тоже неплохо и я вам рекомендую запастись такого рода изделиями на осень и на зиму потому что это действительно беспроигрышный вариант если допустим погода более холодная надели сверху какой-нибудь пиджак или кардиган подобного рода кофточки прекрасно сочетаются как с брюками и так и с джинсами и с юбками и вот как раз таки на сайте мангу нам показывает как просто и легко можно это комбинировать такой вот базовый осенний образ также представлены еще два цвета кремовый и айвори опять-таки базовые оттенки сейчас зайдем в зару и хочу вам показать такой вот интересный special edition специально это лимитка какая-то такой вот интересный комбинезон мне он приглянулся именно своей какой-то необычностью и я решила его примерить ну вы знаете всякое может быть но когда я его надела я поняла что это просто такой комбез который подчеркивает все недостатки напомню вам мои параметры рост у меня 175 сантиметров и вешу я на данный момент 60 килограмм ну не знаю мне кажется что подобного рода комбинезон может подойти исключительно очень худой такого спортивно-модельного типа телосложения девушки потому что в противном варианте он как-то вот прям подчеркивает все что хочется спрятать не знаю напишите как вам из плюсов да он достаточно удобный он такой стретчевый мне понравился цвет также такой интересный и сера серая мыши на серый базовый но конечно же на фигуре на конкретно моей фигуре он совершенно смотрится не красиво и невыигрышно взяла я его в размере м напомню что это лимитка и давайте посмотрим на сайте специально хотела посмотреть как это выглядит на модели ну вот что скажете не знаю нравится вам не нравится конечно интересный вариант но я бы такое не купила и я бы такое не носила потому что ну моя фигура в нем однозначно смотрится некрасиво дальше взяла такие штаны леггинсы за 16 евро в размере м с разрезами впереди сейчас такого типа разрезы как никогда актуально это писк популярности но опять-таки эти леггинсы совершенно изуродовали мне фигуру крой непонятный некрасивый они вроде должны облегать но в зоне талии они слишком широкие в зоне бедер они слишком узкие и смотрятся они совершенно некрасиво опять-таки мою фигуру они не украшают а скорее наоборот портят хотела были у меня надежды на них потому что хотела приобрести именно такие вот черные базовые брюки типа леггинсов с разрезами впереди но возможно приобрету еще но конкретно эти откладываю проходим мимо дальше давайте посмотрим на такую вот интересную кофточку за 40 евро написано что это шестяная кофточка понятное дело что там есть и полиэстер кстати в предыдущем видео мне подписчи написала что поле я говорила полиэстер что ударение нужно делать на и полиэстер спасибо большое я прислушиваюсь к вашим комментариям и к вашим замечаниям в общем кофточка мне понравилась она достаточно теплая и мех придает ей такую знаете милоту она смотрится очень мило и в сочетании с голубыми джинсами мне кажется получается очень интересный и красивый милый женственный образ что скажете в составе присутствует шерсть и это ощущается я надела кофточку на голое тело и чувствуется вот это вот шерстяное покалывание но у меня на шерсть аллергия я думаю что у людей у которых нет аллергии на шерсть не должно быть никаких проблем кстати воротник отстегивается он на таких вот пуговичках его можно снять отстегнуть мне понравилась эта кофточка в сочетании с голубыми джинсами смотрится очень красиво очень свежо женственно и смотрите zara на сайте нам тоже представила эту кофту в сочетании именно с голубыми джинсами мне кажется что если сочетать с юбкой то образ даже может получиться праздничным и нарядным так что присмотритесь давайте глянем с вами на еще один тренд этого сезона это кожаные дутики вот такой вот кожаный зеленый дутик за 60 евро взяла в размере м понятное дело что это не натуральная кожа это кожзам но в принципе сделана эта куртка очень хорошо мне понравилось и смотрится она также неплохо она в формате оверсайз идет присутствует капюшон что для меня всегда является плюсом потому что в нашем латвийском климате осенью зимой не обходится без дождей поэтому капюшон в куртках для меня всегда бонус также имеются карманы мне куртка очень понравилось так что обратите внимание если вы ищете кожаный дутик в таком достаточно нестандартном цвете сам по себе цвет такой глубокий насыщенный зеленый но у них помимо зеленого представлены еще два цвета более базовые это черный и цвет айвори так что в принципе если вы в поисках кожаного дутика то присмотритесь в заре они имеются аж в трех цветах ну что дорогие зрители наш обзор подходит концу еще раз подошла к этому трикотажному комбезу за 40 евро лимитка не знаю у меня очень смутные чувства он вызвал также представлена на рядом с ним трикотажное платье в таком интересном зеленом цвете за 30 евро ну что напишите понравилось ли вам видео такого рода где я показываю разные вещи из разных магазинов или вам больше нравится все таки видео о конкретных сегментах там только верхняя одежда только платье только брюки мне будет очень интересно узнать ваше мнение потому что конечно же я основываюсь на то что вам интересно в том числе спасибо большое что вы посмотрели и конечно же да как указывает название видео я все-таки купила шубу из манго в комментариях напишите как вы думаете какого цвета шубу я купила конечно вы все узнаете в любом случае на инстаграм или на ютюбе спасибо что посмотрели это видео я вам желаю всего самого хорошего крепкого здоровья вам и вашим близким и мы с вами увидимся очень скоро следующих видео пока